вкусного всем сало приготовленное по-венгерски известно в наших просторах давно пряная усыпанная паприка мягкая это стало визитной карточкой венгрии в украине на закарпатье его называют паприка видимо созвучно слову паприка это никак не связано с венгерским именем главное отличие от основных способов соления сала она обязательно варится для достижения необычайной нежности в венгрии почти не используют способы засолки выдержкой без тепловой обработки сало берут пласт достаточно большой но не обязательно толстый как у меня этот пласт около полутора килограмм по большому счету не так важно будет ли оно с прожилками мяса или чистое хотя чаще используется лучше всего с боков но может быть даже щековина пласт должен быть довольно ровным особенно сверху шкурка сала часто бывает опаленной с темными пятнами особенно если вы берете его на рынке так как в любом сале шкурка один из самых вкусных элементов требуется ее очистить лучше всего металлической мочалкой смоченной в воде для начала приготовим первую обмазку в которой как часто бывает задействован чеснок около 6-7 крупных зубчиков измельчать будем ступки нарежем добавим соль ложку исключительно с целью консервации и сохранения аромата и вкуса чеснока разотрем чеснок впрочем вы можете пропустить его через пресс но чуть больше смешав с солью вот такая паста получается выстелим плоскость пищевой пленкой в которую затем завернем сало натрем его приготовленной пастой начиная со шкурки хотя с нею можете не усердствовать основная часть пойдет на непосредственно мякань смазка в дальнейшем пропитает сало проникнув ароматом вглубь завернем пленкой сверху только для того чтобы открывая холодильник где оно будет храниться вы не захлебнулись слюной от аромата в холодильнике выдерживаем от полутора до двух суток затем достав удаляем пленку погружаем в кипящую воду добавим туда же листики лаврового листа и немного перца это все для дополнительного аромата варим от закипания 1 час под крышкой за это время толща сала станет мягкой как масло после этого удалим его но отвар никуда не деваем он нам еще понадобится немного кстати венгерские хозяйки его не выливают на нем получаются прекрасные супы делаем обмазку снова чеснок штук 5-6 крупных зубчиков но на этот раз пару ложек соли это и будет соленость сала во вкусе перетрем более тщательно чем я перетирал в первый раз паста должна быть без кусочков ничто не мешает вам опять таки пропустить через чеснокодавку сочную пасту смешаем в тарелке с паприкой ложки 4-5 венгерская паприка более острая чем обычно как правило такое сало всегда с легкой остротой если у вас нет венгерской паприки смешайте в пропорции 3 к 1 сладкую паприку с молотым перцем чили или каенским перцем или в большей пропорции острого перца тогда будет острее также сюда добавляем 4-5 ложек отвара в котором варилось сало это и аромат и возможность сделать пасту для обмазки пластичной для более удобного обмазки выкладываем еще горячий пласт и смазываем обмазкой если паста высыхает и становится как пластилин добавляем немного отвара чтобы сделать ее более жидкой и удобной для обмазки смазав со всех сторон в том числе и с боков обязательно накрываем сверху пленкой или фольгой чтобы обмазка не нарушилась и ставим груз я использую доску а сверху ставлю кастрюлю с водой вес от 5 до 10 кг под гнетом выдержим его около 6 часов за это время мягкое сало станет плотнее при этом сохранив нежность затем снимем покрытие и отправим сало охладиться немного обсохнуть часов на 6-8 последнее мы обсыпаем его паприкой ведь мы привыкли именно к такому аппетитному виду так мы его видим в магазинах втерли паприку и можете его сразу нарезать варка делает его нежным и мягким нарезать можно даже вилкой выдержка под прессом удалить лишнюю воду и сделает пласт однородным пряный вкус паприки придает настоящий венгерский вкус и замечательный аромат попробуйте особенно с черным хлебом это вкусняха кстати черный хлеб не характерен для венгрии там в основном пшеничный хлеб или приятного аппетита а мы ждем вас на нашем канале Корчма подписывайтесь и будьте здоровы подписывайтесь и господи